Россия бьет по украинским селам и городам все более сильным и жестоким оружием. Кроме ядерного и химического, Российская Федерация на сегодняшний день использует практически полный комплекс имеющихся у них вооружений. Это начиная от оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и заканчивая старыми советскими ракетами Х-22 в частности. Это одна из самых жутких машин, созданная для массового убийства. Российская ТОС-1А. Она ведет огонь термобарическими боеприпасами. Когда я стою рядом с ней и она стреляет, я хочу как можно дальше убежать от нее. На видео, которое опубликовало Министерство обороны Украины, тяжелая огнеметная система обстреливает украинские позиции под Новомихайловкой в Донецкой области. Атакуют и жилые дома. И это не первое использование термобарического вооружения против Украины. В районе Ахтырки были использованы объемно-детонирующие боеприпасы. Точнее, они правильно называются термобарические боеприпасы объемного взрыва. В районе Харьков еще было. Вот это третий случай применения. Возможно, случаев было бы больше, если бы невероятное мужество украинских защитников. Вот транспортно-зарядную машину из состава ТОС-1А российские оккупанты бросили после атаки 93-й механизированной бригады «Холодный Яр» еще в конце марта. А эту термобарическую систему «Солнцепек» затрофеяли украинские фермеры в начале мая. Термобарическое оружие гораздо более разрушительно, чем обычные системы залпового огня, например, грады или ураганы. А еще оно совершенно неизбирательно и убийственно для любого, кто попадает в радиус его действия. В радиусе 500 метров, но создают просто невыносимое давление для человеческого организма. И фактически невозможно избежать жертв именно в радиусе поражения этих боеприпасов. Их непосредственно попадание по гражданским объектам, селам, населенным пунктам также влечет к гибели, к жертвам среди гражданского населения. Пожалуй, из-за наземных сухопутных видов боеприпасов это наиболее опасные. Термобарические боеприпасы еще называют вакуумными бомбами. Они относятся к категории оружия массового поражения. Эксперты считают, что применение термобарического оружия – военное преступление. И оно запрещено к применению в условиях конфликтов в связи с тем, что относится к категории негуманного. Основной критерий негуманности этого вооружения в том, что вероятность выживания человека при условии применения этих боеприпасов, она очень низка, практически равна ноль. Это военное преступление. Поэтому они так редко их применяют, и поэтому они так не афишируют их применение. О применении России термобарического оружия против украинского народа сообщало еще в марте Министерство обороны Великобритании. Министерство обороны России подтвердило использование системы вооружения ТОС-1А в Украине. ТОС-1А использует термобарические ракеты, создавая зажигательные и взрывные эффекты. Речь идет вот об этом сообщении российского телеканала «Звезда», в котором россияне, хвастаясь, сами себя выдали и признались в применении ТОС-1А. Наводчик-оператор боевой машины сержант Сергей Губарев в ходе форсирования реки в Черниковской области 4 марта одним из первых вступил в бой с украинскими националистами, открывшим огонь по подразделению. Точным огнем из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А он подавил артиллерийские минометные расчеты противника. Это упрощает работу международным следователям. Один из военных преступников, который обстреливает Украину из одного из самых тяжелых орудий, уже известен. Вообще военные преступления, они как бы либо смертная казнь, особенно для тех, кто их совершал массово, либо пожизненное. Ну, сейчас моратория во всем мире, поэтому, в принципе, пожизненное заключение. И решение международного трибунала не за горами, как и сама победа Украины. New York Times и Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Белом доме уже приняли решение о поставках ракетных систем залпового огня Украине. И объявят об этом публично на следующей неделе. А значит, военные преступники Путина, применяющие запрещенные термобарические снаряды, понесут заслуженное наказание еще до трибунала. Продолжение следует...